Ну что пацаны, это возвращение легенды. Привет друг, с тобой Эван. Мы продолжаем играть на сервере CCD Planet, сервер GTA 5. Всем спасибо, кто писал по предыдущим роликам положительные комментарии. Всем, кто ставил лайки, все, кто смотрел предыдущий ролик, вам большое человеческое спасибо. Можно сказать, какой-то процент благодаря вам, я уже выздоровел и могу спокойно говорить. Конечно, немножко еще кашель остался, но это такое, это мелочь, а то, что я могу говорить, это уже лучше. И как ты понял по названию, по превью ролика, сегодня мы будем смотреть новое обновление на CCD Planet. Поэтому я желаю тебе приятного просмотра, приятного аппетита, и мы начинаем. Ну что пацаны, по классике, начинаем с шинжлога, после этого можем перейти уже к практической части, можно так сказать, и будем обозревать именно само обновление. По классике, кому не интересно, можете перематывать, тайм-коды есть внизу и на ролике, перематывайте на самые интересные моменты. А мы начинаем. Знаешь что, первое это чинжлог. Неждадо-негадо на CCD резко вышло обновление. Конечно, они выпускали почти каждый месяц обновление, даже иногда было два обновления в месяц. А получается, предыдущий месяц они убрали зиму, и в конце этого месяца они добавили такое мини-обновление. Ну, что-то какой-то бред, если честно. Но самый бред, это в честь праздника на сезонные кейсы запущена небольшая скидка. Стоимость BMW 1999 вместо 2999. И стоимость все или ничего, вместо 199, 139. Я просто в шоке, как эти CCD раздевают пацанов на деньги. Если вы сейчас играете на сервере, увидите, что буквально каждых 5 минут кто-то что-то выигрывает. Все ради доната. Знаешь что, первое. Это добавлена система розыска. Розыск начисляется за убийство и может быть снят в ЛСПД. При смерти с розыском игрок попадает в тюрьму. Добавлена система патруля, позволяющая заниматься поимкой преступников, отмеченных на карте красной точкой. Находится в поле Табэй. Патрульные также могут пользоваться полицейским транспортом. Добавлено новое ежедневное задание на поимку преступника. Добавлена система тюрьмы. Теперь игроки, попавшие в тюрьму с розыском, могут работать, чтобы уменьшить срок заключения. За определенную сумму можно и вовсе выйти с тюрьмы. Обновлен майнпинг тюрьмы. О, уже за кем-то поехали. Теперь для заключенных за нарушение правил сервера существует отдельная территория. Исправлены проблемы, возникающиеся при обновлении заданий фракции. Исправлено вступление во фракцию, которая теперь доступна с 10 уровня. Исправлена ошибка на работе такси, при которой NPC не мог сесть в машину. Исправлена ошибка на работе дальнобойщика, при которой фура телепортировалась. Исправлены другие ошибки и недоработки. И новый транспорт. Это первое. Исправлен хендлин на F40. Наконец-то она поедет больше чем 250. Добавлен Audi RS7 C8 2021 года. Добавлен новый Mercedes-Benz E63 AMG W212. BMW M5 F10. BMW M4 F82 2014 года. Добавлен лимитированный автомобиль. Кейс BMW M5 F10. Jahri какой-то, я не знаю, 30, я не знаю, что такое. И добавлен лимитированный автомобиль. Доступен кейс, все или ничего. Mercedes-Benz W212. Брабостная, 850. Ешка, короче. Обновление, можно сказать, херня. Спустя, как бы, два месяца они выпустили полицейский участок и тюрму. Получается, CCD мусорнулся. Но самый прикол то, что Смотра эту, как бы, фракцию еще развивает очень давно. Но CCD ее опередил. Мне вот эти гонки, кошки и мышки так нравятся, что это капец. И они сделали в поле Табай мусорной, хотел сказать. Ну, короче, полицейский участок, да. Хотя, как бы, вот здесь, наверное, где? Подожди. Вот здесь есть полицейский участок. Почему? Непонятно. Типа, развивать карту? Возможно. Ох, ебать, здесь народу. Мне кажется, мы сегодня ничего не словим. Вот, сначала, как я говорил, мы поедем поработаем ментом. Лексусы охуенные стоят. Вот, а после чего поедем уже посмотрим новые автомобили. Патруль. Патруль. Описание. Как ты уже успел заметить, в Лос-Антосе появились различные банды и группировки, из-за чего простым людям стало жить неспокойно. Мы решили объединиться и дать этому отпор, иначе город покроется лужами крови. В логировании. К сожалению, нас власти не особо поддержат, поэтому тебе стоит прикупить себе оружие. Охуенно. Ловля преступников. Оружие. Цены на оружие в виде, ага. Мы будем отправлять на твой радар метки с возможными преступниками и убийцами, которых стоит немедленно задержать и отвезти в местную и городскую тюрьму. Ну, а если они начнут по тебе стрелять, то видит бог, им нужно было хорошо подумать, прежде чем это сделать. Какое нужно оружие купить? Пистолет и автомат. Хорошо, начать. Е-ма. Капитан Зубенко, бля. Окей, я взял, как бы, службу, смену, я не знаю. Конечно же, блядь, Генерал, а кто же? Блядь, Ешка охеренная новая. Следующий, кстати, в следующей серии мы прикупим новые автомобили. Хотя у меня уже три видоса, блядь, наперед записаны, ну да ладно. Лексус есть охуенный. Но мне кажется, он по сравнению с Ешкой вообще не едет. Что это такое? А, уровень 200+, Лексус. Импала Полис? А можно его взять, посмотреть, что это такое? Ох, ебать. Бля, вот это охуенно выглядит. Ну почему она дрифтит? А есть дрифт режим? Для данного транспорта, если недоступен дрифт режим. Я мента сбил. Это хорошо или это плохо? Бля, прикол бы ли еще обаираться? Ладно, я хочу, короче. Блядь. А мы все посмотрим. Бля, бензинеры сходятся. Какой Лексус охуенный, да? А подожди, мне галки. Блядь, ФСОшки типа. Астробоскопы. Бля, внутри он такой же. Обычная Ешка Е200. Противники, я говорю противники эти. Нарушители будут на Феррари, на Хураканах. А я просто на Е200 такой. Вообще поебать, да? Понимаю. Кстати, интересно, чип можно на него поставить или нет. Выбил на него номера NSN 133.98. Бегал минут 5 здесь. Пытался выбить какой-то полублат. А максимум у меня зеркалки выпадали. Вот, поэтому поедем на таких. Б. На данное транспортное средство нельзя ченгировать. Окей. Давайте тогда замерим полицейский автомобиль 0.100. Кто-то таким занимался? Мне кажется, нет. Поэтому давайте выйдем здесь на трассу, где поровнее. Вот, я думаю, этого участка нам до сотки должно хватить. Значит, что. Раздуваем, без бага поедем. Прорваем Рейс Лоджик. И погнали. 3.2. Какая максималка? 90 тысяч пробегов уже у него. Ни хера себе. Давайте посмотрим, какая максималочка. Сейчас будет максималка 200. Вот это я офигею. 200. 220. Нет, да, еще набирай. 222. Ну вот, господин Мент. И догонял все. Я не знаю, почему, но есть такие тачки, которые там спаунятся. Одни быстрее, одни медленнее. Вот, например, вот это быстрее, мне кажется, чем предыдущая. Поэтому давайте вот так. Не, подожди, это дичь. Она быстрее едет, я прям чувствую. Как нам сообщали, нам должны поставить метку на карте. Предварительно каких-то нарушителей. Но, метку на карте мы не получаем. Я думал, возможно, какой-то панельки R. Типа, как в дальнобойщиках, как в эвакуаторщиках найти заказ. И, например, здесь будет там найти нарушителя. Ну, как-то так. Как мы видим, здесь такого нет. Каким это образом должно происходить, я не знаю. Но все, что мы сейчас делаем, это отправляемся в магазин оружия. И будем покупать патроны. Что такая довольная стоит, а? Ага, я понял. Я думал, короче, зайти сюда, посмотреть, сколько сброс розыска, как бы, стоит бабка. Но, к сожалению, если ты не разыскиваешься, ты, блядь, не узнаешь сколько. Где Мерседес? Где Мерседес? Это капец, блядь. Я ехал, мучился сюда, чтобы, как бы, найти нарушителей. И что? Мерседес пропал? Может, ехать? Так, что? А, это мой Мерседес, понимаю. Знаешь, что? Эммунэйшн, эммунэйшн, ну, блядь. Блядь, я забыл. Теперь мне точно придется ехать за новой качкой. Сколько стоит? Дегал полтора ляма. Эта херня стоит 550. Кольт. 6500, ебать. УЗИ. А еще УЗИ нет? А, 960. Ладно, хер с ним, давайте купим. УЗИ за лям, УЗИ за лям, блядь. Ладно. Пистолета, пулемет. Я думаю, для УЗИ это тоже. Блядь, я еще лям просрал. Вот я дебил. Я-то на одну цену посмотрел, а на другую цену-то не посмотрел. Блядь. Лям 862. Охренеть. За то, что я купил что? Пульки и пистолетик игрушечный. Охеренно. Ебать. Это что, тюрьма? Это тюрьма выходит новая. Хотя зачем вот там еще одна стоит, не знаю. Два Зака, короче, здесь. Будут хранить. Ебать, на Роллс-Ройсах приехали. За покупку помельчу. Короче, так понимаю, здесь тюрьма, а красный на карте отмечены именно сами нарушители. Не нужно искать какие-то звездочки, не звездочки. Короче, красный, видите, на карте, значит, это нарушители. Ага. Опа, 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 взял. Вижу, вижу, вижу нарушитель на карте. Так, мы беспариваем, типа гражданский автомобиль. Едем патруль, вся херня. Мне кажется, просто метка забагалась. Сучка. Ну ты что, гонишь, как я их... Это херня какая-то. Какой-то богохюз, блядь. Как я их не убиваю, что гоните, алё. Мне пацаны ментом работать, это... Это капец. Мне кажется, здесь есть очень много багов и баговных машин. Что ты садишься, и тебе посрать, и тебя не убьют. Но ты убьешь. Вот, например, как вот эти челы на X5. В рейнах шестом. Ну вы поняли, блядь, без разницы. Чё она вечно сытая? Это капец, смотри. Пиздец. Я как только не сажусь, она просто сидит и сыт. Сидит и сыт. Охуенно. Я задрался уже, знаете. Если я врублю пассив. Пассив недоступен в патруле. Понял? Один сидит, где-то, блядь, на крыше, я чувствую. Смотри, блядь, я навожусь на него, а красная метка не появляется. Смотри, вообще посрать. Е-мам, снайпер. Кудрявый. Мы участки его называем. Короче, я не знаю, что с ними нужно делать. Убить их нельзя. Они бога юзера. На карте их почти нет. Тебя убивают все. Как и менты, так и обычные игроки. Дебешат. Почему они не отключили урон по своим, хрен знает. Но, если они посчитали, что это весело, то это не весело. А, если он в пассиве, то метка не красная. Только он выходит из пассивки, метка красная. Ну, кто? Оп. Узаработали 114 тысяч рублей за поимку Данила Магомедова. Уровень розис 2. Хо-хо-хо. Это ж настолько охуенно, что просто его убить надо. Нормально, блядь. Я хотел уже такой грустный ролик заканчивать. В принципе, обновление такое большое, что нам осталось посмотреть только... А, сколько? Я уже половину патронов использовал. Все, что нам осталось посмотреть, это автосалоны, новые автомобили. Хотя я уже, конечно, их видел, и вы, скорее всего, тоже. Но специально для тех, кто не видел, мы отправляемся в автосалон элитных автомобилей и посмотрим на 3 новых автомобиля. Класс. Мне кажется, в следующей серии нужно делать не будни патрули... Мне кажется, в следующей серии нужно делать не будни мента, а именно будни нарушителя. Как бы убить пару человек, заработать там 2-3 звездочки и кататься, угорать от ментов. Если вам будет такое интересно, можете написать, в принципе, в комментариях. А рядовой патронкой еды покупать особенную машину, бля. Сейчас статистика ССД на того обычной К4 мента. Ага, значит, Ешка 212 самая дешевая тачка из этого автосалона. Она стоит 4 миллиона 550 тысяч, как бы, рублей. Окей, ну, добавлять Ешку рестайлинговую и пакет, чтобы переделать его в дорест. Мне кажется, это как-то нецелесообразно. Мне кажется, лучше было бы добавить дорестовую Ешку и потом, чтобы ты через тюнинг мог переделать в рест. BMW M5 F10, которая стоит всего лишь на 150 тысяч больше. Даже на 250, мне с математикой зашибись всегда. Зеленая такая нам попалась. Обычная. Обвесы на нее есть. Антихром, карбон, вся херня. Вот. И M4, M4, M4 F82. Стоит 7 миллионов 200 тысяч. Почему цена такая завышенная, я не знаю. Скорее всего, в следующем внуление посмотрим еще на G82. Это с большими нострами, которая будет стоить 10, я думаю. Это стоит 7200. Аудио 7C8, Александр Булкин, 14250. Я промолчу. Вот так как-то она выглядит. Если честно, не знаю, она мне не особо заходит. Конечно, многие прям на ней ездят. Пол сервера, можно сказать, сейчас на ней ездят. Ну, такое прям. Такое реально. Типа, три тачки, система ментов, которая вообще не доработана, не продумана никак. Все сиди, живем. Ладно, давайте поедем тогда еще на БУ. Сто процентов уже донатери понтуются своими автомобилями, которые эксклюзивные. Которые Ешка Брабусная. И которые F9... Ой, F10. Вот это Джахне. Джахне, не Джахне. Короче, вы поняли, да. Погнали. Ребята, у меня пружины скрипят. Хотя их здесь нет, ну да ладно. Вы слышите, да? 200 миллионов. 99 миллионов. 150. Не продан. Продается. Продается. В принципе, можно купить Ешку за 100 лямов. Которые 100 и 4. Абсурд. Полный. Не продай дороже. Это капец. А С8 почем продают? 13, 13, 14, 14, 14, 14. Я понял. Ну что, пацаны. На этом все. Вот такой вот ролик вышел. Вот такое вот новое обновление на CCD Planet. GTA 5. Что я могу сказать? Лучше бы не выпускали. Выпустили какую-то херню недоработанную. Как всегда. Могли уже добавить реально тех самых ботов, как на такси. Что ты просто берешь. Ну, типа, условный заказ. Приезжаешь, там бот стоит. Либо как-то стреляет. Я не знаю. Но это, я думаю, можно реализовать. Ты его забрал. Увез. В тюрьму. И тебе дали там каких-то 30 тысяч. Но тебе намного легче стало бы их как бы отвозить. Но то, что сейчас творится, это полный ждец. Пол сервера ментов. Которые гоняются за тремом метками. Которые багнулись как-то. И их нельзя убить. Они стоят. Такой чилят. Просто убивают тебя. И все. Также, можно сказать. Свои же ткашут. И смысла никакого нет. Новые автомобили, как новые автомобили. Покатаются дня 2-3 неделю максимум. Ну, и в принципе, все станет как всегда. Пишите в комментариях, как тебе это обновление. Мне оно вообще не понравилось. Подписывайся на канал. Здесь выходит очень много интересного, полезного. И самое главное, веселого контента. На жопен на колокольчик, чтобы всегда смотреть мои ролики. Первым никогда не пропускать. Легенда вернулась на ютуб. Всем желаю хорошего дня. Всем удачи, пацаны. И всем пока.